В минувшие выходные в Семигорье состоялась уже традиционная снежная битва наций. На этот раз соревнования по кроссу на снегоходах в Ивановской области – первый этап международных. Второй, заключительный, пройдет в апреле в Швеции. Участниками на этот раз стали спортсмены из России, Финляндии, Швеции, Казахстана, Киргизстана – всего 9 команд. По сравнению с первой битвой 2013 года география заметно расширилась. И останавливаться на этом организаторы не намерены. Это проект мировой. Нужно, чтобы как можно больше людей с разных стран участвовали. Это будет интересно. И почему мы придумали гонку наций, чтобы не было личного, а было командное. Мы сегодня уже били переговоры с немцами, с швейцарцами, с японцами, где тоже катаются в этом поводе. Мы хотим сделать, чтобы это была мировая серия. Трасса в этом году сложнее, чем в предыдущих. Ее протяженность – 980 метров. Ширина на разных участках от 8 до 12 метров. Со множеством препятствий для гонщиков. Семь трамплинов. Два трамплина по 28 метров. Это стол, верхняя часть. То есть спортсмены сегодня прыгают 30-35 метров. Это финишный трамплин и трамплин номер 4, который находится в середине трассы. Также присутствуют 4 волны. Это специальное препятствие, которое позволяет спортсменам показать наивысшее мастерство прохождения этого препятствия. Трассу по достоинству оценили даже зарубежные эксперты. Правда, есть в ней все же и минусы от организаторов независящие. Снег ввиду погодных условий на этот раз тяжелый, поэтому, несмотря на постоянную работу грейдеров в перерывах, во время заездов трасса сильно разбивается. Это чуть было не помешало лидеру гонки Адаму Рейнхейму на пути к кубку. Но спортсмен справился и сумел удержать лидерство до самого финишного флажка. Это была очень хорошая гонка. Мне понравилась трасса. Но в последнем заезде получить удовольствие от гонки не получилось. Трасса разбилась очень сильно и приходилось прилагать реальные усилия, чтобы удержать преимущество. Судя по тому, что количество зрителей и болельщиков у Кубка наций с каждым годом становится все больше, технические виды спорта набирают популярность в России. Вот и губернатор региона отметил важность развития этого направления в спорте. Я думаю, что вот этот комплекс, он и сегодня спортивными международными федерациями оценивается очень высоко. Другое дело, в том, что есть определенные мысли. Будем изобретать дальше и новые виды соревнований. А именно новые и более зрелищные виды состязаний. Как признались организаторы, в следующем году здесь, в Семигорье, они задумали провести снегоходный биатлон. А насколько возможно воплотить в жизнь эту идею, станет известно уже через год. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Семигорье. Итак,